Это итоги недели в студии Мария Пересневич. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Базовая ставка, сладкий год и модная армия. Минобороны ведет новые элементы формы. Каким будет женское военное платье? Спасибо за покупку. В Бавруйске подвели итоги работы организации торговли. Проведено 54 ярмарки и 2370 распродаж. Как еще привлекают покупателей? Сделано в Беларуси. Страна отмечает День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Всем хочу пожелать здоровья, радости, благополучия семьям. Куда экспортирую мясо? Время наводить порядок. В городе провели масштабный субботник. Люди стремятся, чтобы ухаживать за тем, что они сами сделали. Кто подключился к эко-челленджу? Руки золотые. Бабручанка стала лучшей среди врачей области. Больше всего я люблю, конечно, работать в операционной, перевязочной. Почему к хирургу выстраиваются очереди? Предвыборная гонка, сильные наводнения и дорогой лот. Меню ужина с Титаника продали за 100 тысяч долларов. Что еще выставили на аукцион? Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил Гомель. Первым делом глава государства проверил состояние сельского хозяйства. Он отметил некоторые недостатки и дал поручение губернатору. После президента знакомился с работой артиллерийской базы вооружения. В качестве презента главнокомандующему преподнесли гранатомет. Следующей точкой в маршруте стал ювелирный завод «Кристалл». Там Александру Лукашенко доложили о результатах модернизации алмазообрабатывающего производства. Что касается нашего сотрудничества и ориентации на другие рынки, вы, наверное, знаете, и мы это не прячем. Зимбабве сегодня одно из основных государств по добыче золота, алмаза и так далее. Лучше, чем с их руководством, у меня вряд ли с кем-то есть отношения. Да, добрые отношения со старшими нашими братьями россияне, китайцами и личные отношения, все хорошо. Но они на нас молятся. Они сегодня получили рекордный урожай хлеба, хлебов. И впервые в истории, благодаря нам, нашей технике и нашей помощи, накормили хлебом свой народ. Богатейшая страна. Естественно, на выгодных условиях мы с ними работаем. Также президент встретился с трудовым коллективом завода и отметил, Беларусь активно осваивает новые рынки. К слову, сейчас упор идет на развитие отношений с африканским континентом. Именно там есть месторождение драгоценных металлов. В качестве подарка главе государства преподнесли карту республики из серебра, золота и бриллиантов. Бюджетная сфера, зимние шины и лекарственная форма. В стране изменился порядок выписки рецептов. Как это отразится на пациентах? Громкие итоги недели далее в специальном обзоре. С 1 января базовая ставка работников бюджетного сектора увеличится до 250 рублей. За 9 месяцев 2023 она выросла на более чем 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам правительства, среднемесячные выплаты в 2024 будут 2087 рублей. В бюджетной сфере 1634. Также фонд оплаты труда поднялся до 26 миллиардов. Минобороны введет новые элементы формы. В планах разработка моделей женского военного платья, тактических рубашек, флисовых курток. Первые образцы уже поступили в войска для тестирования. В будущем они могут присоединиться к основному гардеробу военнослужащих. Новинки продемонстрируют на параде войск Минского гарнизона. Беларусь в этом году поставит в России в 4 раза больше сахара, чем в 2022. Вскоре отметка достигнет 170 тысяч тонн. Основной объем продукции – порядка 65% – идет на внутренний рынок. Остальное отправляется на экспорт. Сладким песком республика обеспечивает себя на все 100. 1 декабря беларусы должны установить зимние шины. За несоблюдение предписаний штраф 37 рублей. При повторном нарушении от 74 до 185. Также ГАИ рекомендует переходить на более безопасный стиль вождения. Аккуратно перестраиваться, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и быть более внимательными на дорогах. В Беларуси изменился порядок выписки рецептов на лекарства. Выдавать их теперь смогут медработники со средним специальным медицинским образованием, которые самостоятельно ведут прием по своему профилю. Также нововведения коснулись и самих сведений. Необходимо указывать лекарственную форму, дозировку, количество и способ применения. Двигатель прогресса в Бобруйске подвели итоги работы организации торговли за 9 месяцев. В зале горосполкома обсудили широкий спектр вопросов. От санитарной безопасности до соблюдения сроков годности продукции и защиты прав потребителей. Особое внимание уделили работе по увеличению доли товаров отечественного производства. К слову, в Бобруйске население обслуживает свыше 2700 объектов розничной торговли, магазины, павильоны, киоски и рынки. Общая площадь более 160 тысяч квадратных метров. Для более полного удовлетворения покупательского спроса в текущем году на территорию города было организовано и проведено 54 ярмарки и 2370 распродаж. Для максимального удовлетворения потребности населения города в плодовочной продукции, начиная с 16 сентября и по 12 ноября, на территории было проведено 7-9 сельскохозяйственных ярмарок выходного дня с общим розничным товаром воротом 590 тысяч рублей. В городе вместе с торговлей продуктивно развивается и сфера бытового обслуживания. Работу осуществляет 1057 объектов. Списки качественных услуг, салоны красоты, ателье, СТО, ремонт и многое другое. По траектории прогресса. В Бобруйске прошло заседание межведомственной экспертной группы по достижению целей устойчивого развития. В рамках встречи участники посетили Эковерпро. Компания активно вовлечена в реализацию экологической стратегии. Подробности у Елизаветы Липеевой. Рациональное использование природных ресурсов в приоритете Эковерпро нацелены на обеспечение экологически благоприятных условий для жизни общества. С целью изучения опыта по внедрению экономики замкнутого цикла предприятия посещают участники заседания межведомственной экспертной группы во главе замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Чтобы показать субъектам хозяйствования, ответственным за реализацию целей устойчивого развития министерствам и ведомствам, что действительно в республике есть достойные примеры. Вот в частности данное предприятие, оно, хотя всего лишь с 2021 года реализует стратегию устойчивого развития, всё-таки оно, у него получилось реализовать все этапы замкнутого цикла. Эковерпро – одно из ведущих предприятий страны по переработке грузовых, автобусных и троллейбусных шин как отечественного, так и импортного производства. Результатом экологичной работы становится резиновая плитка – сфера применения от детских площадок до ферм. То есть всё это производится с отходов шин, которые невозможно захоранивать, они разлагаются очень много лет, и практически это невозможно для применения производства в дальнейшем. Ну вот нашли на сегодняшний день такие технологии. Современные реалии требуют от предприятий максимальной безотходности в производстве. Сохранение природы возможно лишь при мудром распоряжении ресурсами распределения и возможности переработки побочных продуктов готового изделия. Предприятие активно сотрудничает с рядом стран, в том числе Голландия и Россия. При этом не забывает о сохранении благоприятной среды для бобруйчан. Первичное уникальность заключается в самом предприятии. Всё, чем мы на сегодняшний день научились работать, это пока что находится только в пределах самого предприятия. Но надеюсь, что с учётом посещения сегодняшней делегации мы сможем это распространить уже и на всю республику. Мы максимально задействуем все ресурсы для того, чтобы о нас узнали, чтобы мы как можно тоже многое узнали, и чтобы всё, что мы делаем, было только на благо и эффективность. Стратегия устойчивого развития Бобруйска на период до 2035-го подразумевает экономический рост, который не наносит вред окружающей среде, способствует разрешению социальных проблем и находит баланс между экономическим, экологическим и социальным развитием. И реализация задуманного, несомненно, позволит не только повысить уровень и качество жизни горожан, но и сохранит природную среду. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин. Итоги недели. Беларусь отмечает за неработников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В отрасли трудится свыше 320 тысяч человек. Кроме того, что мы сами себя обеспечиваем, республика экспортирует продовольствие на миллиарды долларов, в том числе в такие крупнейшие страны, как Россия и Китай. Мы входим в тройку мировых поставщиков отдельных видов молочной продукции и в топ-15 ведущих экспортеров мяса, птицы, говядины и колбасных изделий. Подложит тему Юлия Вернер. Гарантия вкуса и качества. Уже 92 года Бобруйский мясокомбинат радует жителей разнообразными изделиями высшего сорта. Комбинат ежемесячно производит около 400 тонн продукции. Показатели почти в два раза больше прошлогоднего периода. Никаким санкциям не под силу пошатнуть стабильность работы. 40% от общего производства реализуется на внутреннем рынке, остальное идёт на экспорт. В списке любителей белорусского – Россия, Китай, Армения, Казахстан и Узбекистан. Ежемесячная выручка нашего предприятия сейчас порядка 8 миллионов белорусских рублей. Это в два раза почти больше, чем в прошлом году. Мы очень эффективно сейчас отгружаем продукцию на Китайскую Народную Республику, на внутренний рынок. Рентабельность тоже у нас на постоянной основе растёт. Порядка 4-5% уже за 10 месяцев эффективность нашей работы. Основой успеха изделий комбината служит высококлассное качественное сырьё. Ежедневно заготавливается большое количество мяса. Его реализуют как на продажу в торговых сетях, так и на самом производстве для изготовления разнообразных полуфабрикатов. В сутки только колбасных продуктов выпускается порядка 22 тонн. Ежемесячно этот показатель достигает 380. Ежедневно на зубой происходит 50 тонн мяса в сутки, мясо свинины и говядины, которые используются на отгрузку в полутушах и для производства колбасных изделий, полуфабрикатов в колбасном цеху. На постоянной основе предприятия производят около 150 наименований – колбасные изделия, сардельки, бастурму, ветчину, мясные полуфабрикаты. Секрет одной из самых популярных позиций – правильная технология приготовления. Сосиски, вкусные с сыром, пользуются у покупателей большим спросом. Всё дело в выраженном копчёном аромате. Чтобы его добиться, их изготавливают в специальной дымонепроницаемой оболочке. Когда продукция подготовлена и достигла нормируемого температурного режима, это не более 6 градусов, в продукте, она поступает в участок упаковки. Далее продукция маркируется и в таком виде попадается на полки наших магазинов. Главная движущая сила предприятия, конечно же, его сотрудники. Продукт проходит немалый путь, прежде чем попасть в руки потребителя. На всех этапах производства работают профессионалы своего дела. Мясокомбинат обеспечивает специалистов всем необходимым для комфортного и плодотворного процесса. Работаю уже 17 лет. Работаю довольна. Зарплата выплачивается вовремя, стабильно. Выплачивается помощь. Будем работать и дальше. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности не обходится без концерта. Новый просторный актовый зал вмещает тех, без кого этот праздник был бы невозможен. Со сцены звучат слова благодарности и признаний. Ведь залог успешного предприятия – высокое качество продукции и уважительное отношение к сотрудникам. От всего сердца хочу поздравить коллектив Бобруйского мясокомбината с профессиональным праздником. Днём работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Конечно, всем хочу пожелать здоровья, радости, благополучия семьям, мирного неба. И пусть всё у нас складывается очень хорошо. Беларусь бьёт все возможные рекорды. На 19 миллиардов рублей за 9 месяцев продано продуктов питания и напитков. Активно продолжается импортозамещение. Самые успешные показатели именно в продовольственной сфере. Цифры экспорта стабильны. За 2022-е свыше 8 миллиардов долларов. Выручка этого года прогнозируется на том же уровне. Покупатели более 100 стран. Сейчас идёт продвижение белорусских брендов на рынке Африки и Азии. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В 100 лет на передовой служба участковых инспекторов милиции отмечает вековой юбилей. Начало положено в далёком ноябре 1923-го. Именно тогда был утверждён первый официальный документ. За такой огромный срок подразделение претерпело немало трансформаций. Но одно остаётся неизменным. На помощь всегда придут сильные, храбрые и справедливые люди в погонах. Слова благодарности в этот день звучат в адрес тех, кто на все 100 предан Отечеству. Для меня это гордость. Во-вторых, это помощь людям, понимание их проблем и решение их проблем. Это те люди, которые ежедневно находятся на передовой. Это те люди, которые приходят первыми на помощь нашим гражданам. Это те сотрудники универсальные, можно так сказать, которые выполняют не только работу по охране общественного порядка, но также своим советом, своим каким-то поведением они дают пример многим сотрудникам нашего управления. Я хотел бы своим участковым секретарем милиции пожелать крепкого здоровья, мирного неба, благополучия в их семьях, ну и, конечно, с праздником. От охраны правопорядка до информирования населения. Круг обязанностей достаточно широкий. Сила воли, смелость, отзывчивость и справедливость – далеко не полный список качеств, которые отличают правоохранителей. Благодаря твердой государственной позиции и патриотизму сотрудников, жители могут спать спокойно, ведь они находятся под надежной защитой. С любовью к городу в Бобруйске прошел субботник. Традицию длиной в десятилетия поддержала как старшее поколение, так и молодежь. Заграбли, лопаты и метлы взялись люди разных профессий и статусов. Цель у всех одна – сделать малую родину еще более привлекательной. Место силы и сплоченности. Этим субботним утром Минское шоссе не узнать. Личным примером тон задает мэр города. Создаем прекрасное. Конечно, наши горожане должны ухаживать за этим. И показало в этом году, когда у нас было, и люди выходили, поливали деревья, когда была большая жара. Люди стремятся, чтобы ухаживать за тем, что они сами сделали для города. Вблизи Вечного огня, где в 44-м советские войска сражались за Бобруйск, трудовая команда закладывает аллею, как символ мужества и стойкости тех, кто героически держал оборону. Пришли с семьей на субботник. Поддержать инициативу – посадить дерево. Ежегодно выходим. Сколько уже деревьев посадили? Ой, много. Четыре. Он считает. А расскажи, как посадить дерево? Что для этого нужно? Сначала нужно выкопать ямку, посадить дерево, забить палки и подвязать. Ты раньше сажал в дереве? Да, я с папой еще ходила на субботник. Рябина выбрана не случайно. Олицетворение счастья и мира в семье выступает в роли дерево-воина. Не стоит забывать и про экологическую составляющую. Посадка новых зеленых насаждений – важная инвестиция в будущее. Это не только то, что посадили дерево, листья убрали. Это в том числе постоянная, каждодневная работа. Даже просто бумажку, которую бросил в горну, она, безусловно, дает возможность делать чистым город. Поэтому от каждого из нас, тех людей, которые живут в этом городе, зависит состояние города и его чистота. Большое начинается с малого. В сквере на Минске Лоск наводят сотрудники Беларусь-резинотехники. Работы хватает, впрочем, как и опавшие листвы. Все для того, чтобы Бобруськ сохранял бренд чистого и ухоженного. Чтобы город был красивый, чтобы приятно было гулять по дорожкам, чтобы немножко даже сплачивает коллектив. Успели, кажется, немного, но сил затрачено много. Настояние хорошее, суббота, погода прекрасная, дождя нет, сырости нет. Можно и поработать. Себе и людям. Трудовые десанты во всех районах города. Свыше 7 тысяч человек. И это тот самый случай, когда вместо людей в желтых жилетах, как руководители, так и простые рабочие. Свою лепту вносят и молодежь. Ребята устают немного, меняем периодически. Сколько полезно спортсменам, как считается, вот такая инициатива поддержать город? Конечно, полезно. Они считают себя тоже причастным к общественной жизни. Так создается будущее. Каким будет город, зависит от каждого. Убрано должно быть всегда и везде. Такого принципа придерживается большинство белорусов. Да и без чистоты на земле не будет порядка в целом. Как на предприятии, так и в стране. Мы сегодня очень много убрали. Во-первых, нужно помогать городу и убирать листья, делать город чище. Так город красивее смотрится все же. Везде угленно, везде красиво. Объединяя поколения, слово «субботник» вошло в обиход 100 лет назад, 12 апреля 1919-го. После того, как работники одного из московских ДПО добровольно и бесплатно вышли ремонтировать паровозы. И вскоре весь Советский Союз в едином порыве безвозмездно трудился на благо Родины. И вот что у нас точно принято лучшее с тех времен сохранять. «Субботник» пополнил сокровищницу традиции суверенной Беларуси. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Будьте здоровы! Бабрущанка победила в конкурсе лучший будущий руководитель среди врачей области. Анна Александрович работает хирургом в первой поликлинике и своей жизни без медицины не представляет. О рецепте счастья от доктора далее. Здравствуйте. Меня беспокоит Родинка. Хотела бы ее удалить. Как давно она у вас появилась? Очень давно. С профессией Анна Александрович твердо определилась еще в детстве. В 2019 окончила Витебский медуниверситет. Выбор сделала в пользу хирургии. Диагностика, лечение и консультации. Все для того, чтобы здоровым был абсолютно каждый пациент. В работе отмечает доктор лучшая награда, когда человек идет на поправку. Моя работа – это работа непосредственно с пациентами, с достаточно большим количеством пациентов, с пациентами разного возраста, с разной патологией. Больше всего я люблю, конечно, работать в операционной, перевязочной. Именно работа руками, именно хирургическое такое ремесло. На днях Анна Александровна победила в медицинском конкурсе. Прославила Бобруйск на уровне Могилевской области. Врач представила видеопрезентацию «Мое учреждение. Прошлое, настоящее, будущее» и не прогадала. Стала лучшей среди 30 представителей системы здравоохранения. С Анной Александровной мы работаем уже пятый год. Она умеет найти ключи к каждому человеку, вот каждому пациенту, то есть несмотря на все особенности, то есть болезни, особенности характера человека. Благодаря моей команде, благодаря тем людям, которые были рядом, которые помогали мне готовиться, поддерживали, мы достигли небольших результатов. В первой поликлинике Анна Александрович зарекомендовала себя буквально с самого начала. Благодаря стараниям, профессионализму и трепетному отношению каждому пациенту, к молодому хирургу выстраиваются очереди. Благодарность в адрес медика стала делом привычным. Для специалиста это обратная связь, которая позволяет находить силы и вдохновение для нового рабочего дня. «Очень внимательный доктор, хороший. Хорошо беседует с пациентами. Я поэтому к ней пришла, хотя была у другого доктора. Она зацепила меня добротой, своей внимательностью». Останавливаться на достигнутом врач не собирается. Планирует поступать в Академию управления при президенте, а также повысить уровень своего профессионализма по хирургическому профилю. Судя по тому примеру, который сейчас подаёт медработник, звание «Лучший будущий руководитель» в скором времени может стать реальностью. Юлия Вернер, Станислав Чичерин. Итоги недели. Литовская реальность, массовая эвакуация и молниеносная скорость. В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. Сколько фильмов можно скачать за минуту? Далее громкие заголовки мировых новостей. Дональду Трампу разрешили продолжать участие в выборах президента США. Судья отверг аргументы о том, что его роль в участии штурма Капитолия ограничивает право на переизбрание. Сейчас экс-глава Белого дома безусловный лидер. По данным опросов, обходит своего ближайшего конкурента на 47%. Если Трамп победит на предварительном голосовании, получит право участвовать во всеобщих выборах в ноябре следующего года. Во Франции началась массовая эвакуация из-за масштабных наводнений в северных регионах страны. Только в одном из них в безопасные места вывезены около тысячи человек. В других провинциях спасатели вынуждены были помогать собирать людям вещи, чтобы успеть до приближения воды. В зоне бедствия оказалось около ста городов. Во многих школах отменили занятия. К масштабным наводнениям привели сильные дожди. Они не прекращаются несколько дней. Подстраиваться под новую реальность вынуждены жители Литвы. Они в шоке от растущих цен на коммунальные услуги. Счета за отопление оказались выше прошлогодних. Глава Ассоциации поставщиков тепла заявил, стоимость связана с холодным октябрем, аргументируя тем, что температура была на несколько градусов ниже, чем обычно в это время года. В Китае запустили самый быстрый интернет в мире. По словам вице-президента Huawei, он позволяет за одну секунду скачать 150 фильмов в HD-качестве. Скорость передачи данных – 1200 гигабайт в секунду. Работы по прокладке кабеля завершились летом. Полноценный запуск планировался на 2025-й. Однако испытания удалось провести в очень сжатые сроки. Меню ужина с «Титаника» продали на аукционе за 100 тысяч долларов. В деформированном водой перечне сказано. Пассажирам трансатлантического парохода подавали устриц, лосося, говяжью вырезку со сливками из хрена и протертым пастернаком, кальмаров, а также десерты, абрикосовый бордалоу и пудинг «Виктория». Среди других лотов были представлены клетчатые палубные одеяло, а также карманные часы погибшего белоруса. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бавруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся! Новая неделя Новая неделя Новая неделя